Очередной миллиард долларов от МВФ уже поступил в резервы НБУ. Напомню, цена предоставления денег это целый ряд требований фонда, которые Украина должна неукоснительно выполнить. Чего же хотят в Международном валютном фонде? Вот наиболее резонансное требование. Основных требований МВФ три. Первое. Украина обязуется провести пенсионную реформу. Соответствующий закон должен быть принят до конца этого месяца и вступить в силу со следующего года. С 1 января 2018-го. Главное изменение – повышение страхового стажа для всех, за исключением людей, имеющих опасные профессии. По мнению МВФ, это позволит сократить дефицит пенсионного фонда на 3%. Второе условие. Украина обязалась ввести до конца июля этого года тариф на распределение газа, так называемую обонплату. Согласно меморандуму, уже в мае правительство должно пересмотреть коммунальные субсидии, основанные на грядущей обонплате. Еще одно болезненное требование – запуск со следующего года рынка сельхозземель. Закон о том, что черноземы станут товаром, должен быть принят уже в конце апреля.